Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! Сегодня предлагаю рецепт пирога, который с легкостью заменит торт. Он очень вкусный и необычный, ведь в нем сочетается несколько вкусов и структур. Рассыпчатая шоколадная основа, нежнейший творожный крем с цитрусовым вкусом и сверху сочный ароматный ягодный пудинг. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, сразу в чашу блендера я кладу муку и порошок какао. Добавляю сахар, соль и разрыхлитель. Кладу холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и превращаю все в крошку. Сюда же добавляю яйцо и прорабатываю еще раз. Должна получиться такая пластичная липкая масса, которая легко собирается в комок. Далее беру форму, дно застилаю пергаментом, диаметр моей формы 21-22 сантиметра и выкладываю тесто. Разравниваю и распределяю по дну, а затем формирую бортики. Я это делаю прямо руками, но если вам удобно, можно воспользоваться стаканом или ложкой. Часто прокалываю тесто вилкой и убираю заготовку в холодильник. А тем временем сделаю крем. Для этого на мелкой терке снимаю цедру одного некрупного апельсина. У меня получается примерно чайная ложка с горкой и отправляю ее к творогу. Сюда же добавляю сахар, ориентируйтесь по своему вкусу, крахмал, я беру кукурузный, ванильный сахар, сметану и два яйца. При помощи погружного блендера довожу до однородности. Я делаю массу кремообразной, но если хотите, можете оставить небольшие крупинки творога. Далее выливаю крем на заготовку из песочного теста. Поправляю бортики, учитывая, что они должны немного возвышаться над кремом, так как у нас будет еще ягодный слой. Отправляю пирог в заранее разогретую до 180 градусов в духовку на 40-45 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. У готового пирога серединка как бы остается жидкой, дам ему немного постоять. Тем временем подготовлю ягодный слой. Я беру клубнику, вишню, малину и клюкву. Вы можете взять и один вид ягод, причем как в свежем, так и в замороженном виде. Добавляю сахар по вкусу, кукурузный крахмал и 2 столовые ложки любой жидкости, можно воду или сок. Я использую вишневый ликер. Отправляю на умеренный огонь и, помешивая, буду варить до загустения. Как только масса закипит, нужно сразу же снять с огня, при этом непрерывно помешивая. Готовый пудинг прямо в горячем виде аккуратно выкладываю на пирог. Распределяю ровным слоем. Друзья, смотрите на канале рецепты не менее интересных фруктовых летних пирогов и не только. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А я тем временем отправляю пирог в холодильник до полного остывания и застывания верхнего слоя. Обычно на это уходит пару часов. После этого извлекаю пирог из формы и перекладываю на блюдо. Вы только посмотрите, какая получается красота! Пирог очень вкусный, у него необычный изысканный аромат, очень гармоничное сочетание множества вкусов. Здесь есть и шоколадный вкус, и цитрусовый, и ягодный, а также сочетание различных структур. Рассыпчатое песочное тесто, нежнейший творожный крем и завершающий слой ягодного пудинга. Кстати, немного ягод можно добавить и в творожный крем. Сюда же отлично подойдет вишня, персики, абрикосы или сливы. В общем, обязательно попробуйте этот невероятный пирог в любом исполнении. Смотрите также и другие рецепты и подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!